Посмотри в глаза своей шубе. Вот уже на протяжении пяти лет участники акции собираются ежегодно, чтобы защитить права маленьких четверолапых. Гарри, ты тоже против жестокого обращения с животными? У памятника Дюку собираются любители животных. Одесситы зоозащитники призывают не причинять боль животным, защищать бездомных и брошенных зверей, не носить шубы из натурального меха. Это дань моде. Задумайтесь, куча смертей, страданий, ужасного содержания. Животные сдирают шкуру живыми. И все ради того, чтобы покрасоваться, вы считаете, что труп на вас – это красота? Я считаю, что это позор. Участники акции обрызгали плакаты краской, символической кровью. Они уверены, человек не должен оставаться равнодушным к боли маленьких живых существ. Человек не должен оставаться равнодушным к страданию любого живого существа. И в нашем современном цивилизованном мире совершенно недопустимо, чтобы погибали живые существа, животные ради чего-то развлечения, ради красоты. Оно не стоит того. Мы забываем ценность жизни. Человек, думающий, чувствующий, если он считает себя нормальным, живым существом, он не должен допускать этого, а тем более становиться причиной таких страданий и смертей. Активные зоозащитники и организаторы акции Вадим Глимбовский считает, животные умеют чувствовать любовь и радость. Страдания и боль так же, как и человек. Но до сих пор они самые незащищенные. К сожалению, человек эксплуатирует их как только может. И нету никакого закона, который бы запрещал это делать. Животные – это товар, животные – это одежда, животные – это пища. Но дело в том, что они страдают и мучаются точно так же, как мы. Они испытывают те же страдания, они испытывают тот же страх, они испытывают ту же боль. Подписать петицию и обращение к городскому голове о создании и укреплении цивилизованного и приемлемого для современного мира отношения к животным в городе присоединились одесситы разных поколений. Я считаю, что животные лучше людей. Это действительно большой ужас. Вы такое видите, вы правильно делаете рекламу. Но люди, скорее всего, не остановятся. На таких вещах и шубы будут покупать, и будут платить деньги за убийство. Я лично против. Я не хочу плакать, я пойду. В первую очередь, конечно, я против жестокого обращения с животными, потому что у меня дома тоже живет свой любимец-питомец, которого мы очень любим. Он действительно имеет такие чувства, вот как человек, в принципе, да, у него повадки, он так же смотрит. Если бы он умел говорить, то, наверное, он бы уже давно с нами разговаривал, мы бы друг друга понимали, хотя мы и понимаем и так друг друга без слов. Против жестокого обращения с животным петицию подписываем и мы. Анна Волошина, Руслана Каев, все на третьем. Анна Волошина, Руслана Каев, все на третьем.